Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пик, Александр Шунин, Утро на Болткоме. Всем еще раз здравствуйте. И да, мы знаем, вот события, события в Украине действительно затронули не только жители этой страны. Эта война затронула все ближайшие страны, и в том числе и Латвию. Мы видим, что приезжают к нам беженцы из Украины. Мы знаем, что многие работают и волонтерами, стараются помочь жертву деньги, участвуют во многих благотворительных акциях. Артисты, я понимаю, тоже принимают участие и стараются каким-то образом откликнуться. И в нашей студии певица, музыкант Катрина Гуппола. Здравствуйте, Катрина. Доброе утро. Я понимаю, что музыканты не стоят тоже в стороне от этих событий. Каким образом вы, ваши друзья, знакомые принимают участие? Во-первых, я хочу сказать, поскольку у меня есть возможность сказать на радио, большое спасибо каждому артисту Латвии и вообще Мире, который очень активно принимает участие в нашей общей борьбе, скажем так. Потому что это всеобщее дело. И своим голосом и своим посылом ведет дальше своего слушателя и, надеюсь, и все общество. И поэтому недолго после начатия, когда началась война, я приняла решение, что тоже не буду стоять в стороне и что напишу песню. И это не просто песня, это песня на трех языках, что было очень важно как концепция. Она начинается с украинской народной песни, продолжается стихами Ояра Эрика Каллинча на английском языке. Ояр Сарик Каллинч был не только автором очень прекрасных, очень разнообразных текстов для песен, но и дипломатом, и очень много своей жизни посвятил и Латвии, и в последние годы жизни и Украине. И поэтому это символично для меня было очень важно, чтобы его стихи звучали в песне. И в конце, в драматической кульминации, стихи моего отца, моего папы Константина Гуппола. Он был археологом, он из Украины. То есть украинские корни. Очень большие и крепкие украинские корни. И его стихи на русском языке. И дальше уже вся жизнь песни развивалась очень-очень стремительно. Я позвонила продюсеру Арманду Варславанову, он сразу сказал, да, делаем. Мы подключили большое количество живых инструментов, музыкантов, гитаристов, виолончель, флейту, целый оркестр у нас там играет. И потом уже подтянулись и большое количество, где-то более 40 человек, разных вокалистов из разных стилей и жанров. Тут пришло в мессенджере в фейсбуке письмо от замечательного оператора Эдгара Пунцелеса, что он видел, что что-то идет, какой-то процесс пошел, что значит их команда, iProduction, хотели бы снять видеоклип. Но и так чуть больше недели, и мы имеем то, что мы имеем сейчас. То есть, в принципе, наверное, в обычных условиях такой проект занимает гораздо дольше времени. Я думаю, несколько месяцев, сама песня, несколько месяцев, еще видеоклип, но что видеоклип — это не только 40 музыкантов, это еще приблизительно такое же количество людей. Вся команда, там большие лазерные всякие установки, проекции видео, то есть он очень визуально наполненный. Плюс еще в нашем клипе, что очень важно, участвуют ученики Рижской и Украинской школы, они танцуют, и там маленькие детки. Плюс мы нашли, я очень рада этому проекту, нашли семью из Украины, маму и сына. Лаура Вилцанс и Эдгарс Вилцанс, у них тоже смешная семья, как и у меня, папа латыш, мама украинка. Они 24-го числа были вынуждены покинуть Киев, где у них вся работа в студии, мама в театре киевском. И Эдгарс — композитор, продюсер, очень талантливый человек, который тоже принял участие в песне, своим голосом и в клипе. Вот так вот. Так что у нас целый там такой букет. А кто ещё вот из музыкантов, из вокалистов принимал участие? Очень-очень большое количество людей, я всех просто физически не назову, но первыми откликнулись Таутумейтес, потом Катрина Диманда, потом Ингус Улманис, Карл из Казакса, и очень важно, что принимает участие и замечательный певец, художник, автор тоже песен Дмитрий Ланской. — Ну, коллектив вообще интернациональный, я вам помогу. Дело в том, что этот клип выложен на портале MixNews.lv, у нас несколько дней назад он там появился. Принимали участие и MixDukurus, и Роберто Мелони даже. То есть настолько интернациональный состав, что и латыши, и русские, и ланши. — Из Литвы, даже Италия присоединилась к этому проекту. — Вот, все сказали свое слово. И в конце концов получилось, я думаю, неплохо, потому что очень многие люди пишут из разных стран, в том числе из Украины, в том числе из России тоже, и очень их это затронуло, и они говорят нам большое спасибо. А мы рады, что хотя бы такой небольшой капелькой, но как-то смогли хотя бы нашему обществу, хотя бы тем людям, до кого мы можем достучаться, помочь. Ведь уже идет почти месяц войны, это долгое время, это тяжело, и там, на Украине это тяжело, и во всем мире это тяжело. И поэтому нужно как-то друг друга взбадривать, и помогать, и сплощаться, чтобы мы могли продержаться все это время. — Ну, кроме сплочения и такой эмоциональной поддержки моральной, ведь о материальных вполне себе вещах идет речь, доходы от распространения этой композиции, а песня называется «Resistance», «Сопротивление» пойдут, в общем-то, на поддержку жителей Украины, я так понимаю, да? — Да, мы так решили со всеми участниками, и… — В таком случае, на каких платформах, где ее можно купить, скачать? — Везде, слушайте на Ютубе, смотрите с клипом на Ютубе, если вы хотите в наушниках, слушайте на Spotify, iTunes, Bandcamp, везде она доступна. — Кто указан артистом, или каким, как ее найти? — Найти, значит, название «Resistance» и артист «Latvia for Ukraine» и Катрина Гупполо. — Что дальше будет с этой песней? То есть, будет ли она где-то исполняться, будут ли какие-то, ну, вот, публичные исполнения? — Обязательно будут и уже были. Ну, вообще, интересная история, что еще до того, как песня была издана, одна очень близкая подруга, одной из участниц нашего ансамбля «Latvia for Resistance» — Лори Терейда, у нее подруга живет в Америке, и она диджей, и она увидела в Instagram Stories, что что-то происходит, и услышала там фрагменты песни, и понравилось. И она уже до публикации, в воскресенье попросила еще не сведенный до конца материал, чтобы сделать ремикс и поставить его уже на концерте в Америке, где она выступала. Вот, потом в следующий день мне написала группа из Южной Америки, что они тоже хотят принять участие, но поскольку уже все финализировалось, мы принялись с командой решение, что если вдруг кто-то не успел, но хочет, добро пожаловать в нашу команду, мы пришлем текст, мы пришлем минусовку, мы поможем с украинским языком, и делайте свои версии, тоже по такому же принципу, что все доходы идут в Украине, и, пожалуйста, ваши версии только ждем. А по поводу концертов, был концерт в Резекне, возле Горса, очень-очень такой большой, эмоциональный, и 3 апреля мы тоже будем с большой командой представителей нашей песни, все, кто сможет поехать, поедем в Даугалпилс, и там будет тоже большой, красивый концерт поддержки Украины, там будут участвовать многие музыканты, в том числе Интерс Бусулис, и многие-многие другие, вот, и мы, значит, там тоже будем исполнять песню, и в этот раз, первый раз будем исполнять ее сопровождением оркестра, и хора, и группы, то есть большим таким... Живое, да, воживое. Живое, и это сейчас происходит работа над аранжировками, ну, что-то все надо перенести на большой ансамбль, так что будет такое большое событие. Я как раз хотел задать вопрос, вы участвовали в первом концерте, здесь буквально через дорогу, Дома Конгрессов, который так достаточно спонтанно был в первые дни войны организован, вот будет ли нечто подобное в других городах, я так понимаю, вы уже ответили, не дожидаясь моего... Да, было в Валмире, во всех, в многих-многих городах... Грязокный он тоже был, сейчас в Ачелия, или в Даугопилсе. Да, и это очень важно, потому что в Даугопилсе там ситуация не такая простая, как в других местах Латвии. Насколько вот эти все события действительно затрагивают музыкантов, какое настроение среди музыкантов, ну, вот в вашей среде, насколько они готовы были, ну, вот, скажем, сотрудничать, отзывались сами, шли на контакт? Да, интерес к проекту был очень большой, как бы с первой секунды, как появилась информация о том, что такое происходит. Я думаю, что сейчас мы живем в таком историческом времени, и, в принципе, миссия артиста именно для этого времени, и сказать, что нет, я сейчас постою в сторонке, пока все там как-то утихнет и уляжется, мне кажется, что это абсолютно неправильная позиция, потому что если у тебя есть уникальная возможность вести за собой людей в сторону какого-то просвещения, в сторону каких-то человеческих, человечных идей, в сторону добра, то это твоя миссия, ты не можешь стоять в стороне. Поэтому я очень рада, что в Латвии, в Литве, в России, в Украине столько музыкантов, которые готовы это сделать. Я надеюсь, что наш коллектив станет все больше и больше. То есть появятся какие-то версии, ремиксы, и люди смогут, ну вот, с помощью этой песни принимать участие? И этой песни, и других песен, и концертов, это не важно, и к чьим, но главное, чтобы это все происходило, чтобы творческая жизнь, культурная жизнь не переставала говорить о том, что сейчас в мире, в принципе, самое важное, потому что решается наше будущее, не только Украина, будущее Латвии, Литвы, Польши. Это все же может завтра, ну, я надеюсь, что такого не будет, но быть и у нас. Очень много, действительно, вот беженцев во всех странах, и Латвия тоже принимает. Вот насколько, как вы думаете, там приезжают, ведь наверняка и люди, связанные тоже с миром искусства, музыки, культуры, вот нет ли каких-то контактов, может быть, с какими-то украинскими музыкантами, которые приехали в Латвию? Да, вот об одном контакте я вам уже рассказала, про Эдгар Савилтсена, мы наверняка будем и вместе делать какие-то уже совместные оригинальные песни. Еще познакомилась с девушкой Валерией Мустафина, которая скрипачка, академическая, классическая. Вот она, мы с ней познакомились чуть позже, чем клип создавался, аудиотрек создавался, так что мы ее могли пригласить в клип, познакомиться. Вот, очень талантливая молодая девушка, я надеюсь, что у нее тоже будет возможность творчески и дальше как-то и в эти времена быть. Я знаю, что открыт центр культуры именно для украинцев Латвии, Common Ground, это сделала Ева Ирбина и Инна Садабула вместе, Ван Дра Йоста, да, да. Она была у нас в гостях, рассказывала в этом центре, конечно же. Да, и мы были с Андреем у нее, состоялся первый концерт, именно Андрей Осокин играл. Я надеюсь, что эти концерты будут, ну, я надеюсь, может, каждую неделю, может, каждую вторую неделю, что будет отклик от артистов Латвии, что, может быть, каким-то образом появятся какие-то новые творческие проекты, чтобы мы вместе что-то могли создавать. На Ваш взгляд, наверняка среди беженцев с Украины хватает музыкантов, талантливых людей. Найдется ли им место в Латвии в каких-то коллективах, я не знаю, в том числе в симфонических, или джазовых, или эстрадных? Я думаю, что обязательно. Я думаю, что обязательно, потому что это невероятно, насколько, так же, как и в Латвии, так и в Украине, как много талантливых людей, именно творчески. Это поразительно и по голосам, и по композиторским каким-то способностям, и по хореографическим, в конце концов. Я думаю, что обязательно, я думаю, что это только обогатит нашу латвийскую культуру. Вы упомянули воспитанников Рижской и Украинской школы, которые участвовали в том числе в записи, в съемках, по крайней мере. Вам знакома ситуация в школе? Что там сейчас происходит? Знакома ситуация. Расширяются классы. Я так понимаю, один из факультетов гуманитарных наук Латвийского университета, который находится в соседнем буквально здании, предложил свои помещения. Так вполне может быть, потому что мы говорили с директрисой школы Лидии Кравченко и с Эгелом Вилкошем, который хореограф коллектива «Перлинка», которые танцевали в нашем клипе. Они рассказывали, что сейчас очень-очень много работы с утра до вечера. Они оформляют новых учеников просто нон-стоп, очень-очень-очень сильно школа расширяется. То есть нужны новые помещения, новые преподаватели? Я думаю, что обязательно. Да, и в общем-то это будет вполне уместно предложение Латвийского университета им воспользоваться, потому что школа не такая большая, и целое здание, которое стоит рядом, вполне может сгодиться для открытия новых классов, тем более, что детей действительно хватает, и эта информация тоже есть. Я недалеко вчера с госпожей Кравченко общался, это была очень короткая беседа, буквально минуту заняло, она попросила прощения, что не может уделить больше времени, не то чтобы прийти на эфир сейчас, но даже разговору телефонному, потому что именно как вы говорите, дети, 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 дети сплошным потоком, и проблемы же украинских детей, этих беженцев несчастных, они не заканчиваются только школой как таковой, в принципе, помощь нужно оказывать буквально на каждом шагу в их организации жизни здесь в Латвии. Конечно. Во всем этом школа все целые полномерно участвуют, а если не ошибаюсь, вчера еще президент Левец был в гостях в школе. Да, да, да. Я думаю, что нам как раз, в принципе, осталось время только успеть прослушать самого. В самом деле так заговорили, заговорили, да, время же для композиции «Резистанс» должно остаться, послушать эту новую запись Катрины Гуппола и прочих музыкантов, не с числа, а десятками записей, для которой объединились латвийские, украинские, российские, и даже один итальянский музыкант. И, кстати, я понимаю, что можно обратиться к вам, Катрина, и получить как бы минусовку, и сделать свои версии. В полный комплект, да, обращайтесь. Спасибо. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова